Это видео только для тех, кто хочет продолжать отношения с изменившим партнером или партнершей, но не знает, как вернуть доверие и как перестать бояться, что измена повторится. Если вы лично убеждены, что прощать изменившего партнера ни в коем случае нельзя, то, скорее всего, мои советы вам не подойдут. И на самом деле это нормально, потому что, правда, в каждом случае, в каждой ситуации нужно разбираться индивидуально. И да, есть такие случаи, в которых изменившего партнера или партнершу ни в коем случае прощать не нужно. В конце этого видео будет ссылка на другое видео, где я рассказываю о различных типах измены, и в том числе, какие можно прощать, а какие нет. Меня зовут Константин Никулин, я семейный психолог-сексолог, и уже на протяжении многих лет я помогаю индивидуально и парам выходить из самых сложных, запутанных и кризисных ситуаций. Кстати, это видео я бы рекомендовал посмотреть вам вдвоем, и супругу, и супруге, потому что в этом видео рекомендации я буду давать как и изменившему партнеру или партнерше, так и раненому. Конечно же, львиная доля для возобновения доверия в паре лежит на плечах изменившего партнера. И первые рекомендации, вот три основных совета будут именно для того партнера или партнерши, который совершил измену. Первое и самое важное – это максимальная прозрачность и честность в отношениях. Ваша задача – предоставить раненому партнеру возможность быть более прозрачным для него. Это касается в том числе того, где вы перемещаетесь, это касается тех моментов, когда вы становитесь без связи, вы можете позвонить и предупредить. Это касается тех паролей, которые у вас есть на телефон, гаджеты и другие соцсети. Максимальную прозрачность постарайте обеспечить настолько, насколько для вас это возможно. Конечно, я даже не говорю о само собой разумеющемся моменте, что все отношения с третьими лицами должны быть прекращены. Потому что возобновлять доверие в паре, где до сих пор происходит общение с любовником или любовницей, это как набирать воду в дырявое ведро. Постепенно все равно это доверие будет утекать из него. Поэтому это вообще априори не обсуждается. Но это не должно звучать очень жестко и ультимативно, что ты должен и обязан отчитываться мне теперь о своих всех передвижениях. Я установлю GPS-трекер в твоем телефоне. Ты не должен вообще быть ни на связи. Постоянно я буду контролировать тебя. Нет, пожалуйста, учитывайте права и свободы изменившего партнера тоже. Потому что вот таким ультимативным подходом вы скорее оттолкнете партнера от себя, нежели настроите на то, что вам это важно и вам это необходимо самому или самой. Очень важно, что изменивший партнер, он тоже может с чем-то не согласиться и сказать, что ну ты знаешь, мой телефон это мое пространство, я не могу тебе дать пароль от своего телефона. Но имейте в виду, что такой шаг, он, ну не знаю, обрубит половину всех ваших стараний по поводу того, чтобы вернуть доверие и перестать вспоминать эту ситуацию измены. Поэтому если это в ваших силах, пожалуйста, предоставьте максимальную прозрачность. Покажите раненому партнеру, что это все в прошлом, что мне от тебя нечего скрывать, я абсолютно прозрачен, и я не хочу ни в коем случае никогда в жизни больше это допускать в наши отношения. И очень важно, что этот контроль своего рода, да, он не должен быть теперь постоянный на всю жизнь. Вы можете проговорить, на какой срок минимально необходимый для раненого партнера вы готовы выстроить такую прозрачность. И по моему опыту это может быть от нескольких месяцев до нескольких лет. Здесь все индивидуально и нужно открыто, честно это обсуждать друг с другом. Во-вторых, будьте максимально доступны, открыты и предельно честны с вашим партнером. Если раненый партнер постоянно задает вам, как вам кажется, одни и те же вопросы, уточняет какие-то детали, факты, значит ему или ей эта информация нужна. И самое худшее, что вы можете сделать, это сказать, что ну сколько можно? Ты теперь мне всю жизнь будешь об этом спрашивать. Зачем? Это в прошлом. На самом деле, если раненый партнер спрашивает что-то, то значит в этом есть определенная потребность. И самая лучшая ваша реакция в этот момент, когда раненый партнер нападает на вас, спрашивает что-то, интересуется деталями, открыто и бережно про это рассказывать. И говорить о том, что я вижу, что тебе это интересно, я вижу, что тебе это важно узнать, я вижу, что тебе плохо, и ты мучаешься, и мне больно от этого, и я хочу сделать тебе легче, я хочу быть рядом с тобой, да, помню о том, что я рядом с тобой. Как я могу тебе помочь? Очень плохо, если в этот момент вы будете удаляться, уходить и говорить, что все с тобой понятно, ты никогда мне это не простишь, ты никогда это не забудешь, все, я пошел, я не могу рядом находиться. Мне иногда партнеры, изменившие, говорят, Константин, я не понимаю, как мне себя вести. Она начинает мне припоминать, я ухожу, она говорит, ты уходишь, потому что тебе на меня наплевать, вот все понятно, иди катись к ней, к своей любовнице или любовнику. Как мне поступать? Я не знаю, как себя вести. И это не фигура речи. Действительно, изменившие партнеры, они нередко тоже в замешательстве. Они сталкиваются со своим чувством вины, они не знают, как правильно реагировать на какие-то всплески, вспышки, вообще разговоры даже просто про измену. И лучшее, что они могут выбрать, это спокойно уйти в сторонку, в другую комнату, прервав этот контакт. Но это тоже ошибка. Почему? Потому что я такую метафору часто привожу и говорю, что вы изменивший партнер, вы одновременно сейчас для раненого партнера и яд, и лекарства. То есть, да, с самим своим фактом, существованием, с самим своим видом вы напоминаете о факте измены. И в этом плане вы яд. Но и также своей эмпатией, своим эмоциональным откликом, где-то даже объятием, где-то добрыми словами, вы исцеляете боль раненого партнера. И если вы не знаете, как отреагировать в такой ситуации, потому что никто нас не готовил к той ситуации, как быть изменившим партнером или как быть тем, кому изменили, нас не обучали этому в школе. И никто не знает, как правильно себя вести в этой ситуации. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, даже если не знаете, как реагировать, можно прямо сказать, что помоги мне помочь тебе, что бы ты хотелось, чтобы я сделал, чтобы тебе стало легче или сделала. Как я могу унять твою боль? Подскажи мне, пожалуйста, я рядом, и я готов ответить на все твои вопросы, я готов быть с тобой. В чем твоя потребность, чего тебе хочется? Я понимаю, что это вообще не в культуре нашей речи, но, к сожалению, для того, чтобы пройти этот период, нужно обучиться будет новому, в том числе языку и новой коммуникации, которой у вас, возможно, не было никогда раньше. И в-третьих, очень важно также честно и открыто проговорить о том, какие причины привели к измене. Но здесь ни в коем случае не должна звучать фраза по типу, что ты поправилась, стала менее сексуальной, поэтому я изменил. Или ты мало уделял внимания, ты стал много проводить времени на работе, поэтому у меня появился любовник. Нет, ни в коем случае. Нет ничего, что могло бы оправдать измену. Поймите, что измены — это всегда выбор изменившего, но присутствовали другие выборы о том, как об этом можно поговорить, что можно было сделать, в крайнем случае уйти вообще сначала просто, а потом начать искать себе нового партнера по отношениям. Но нет никаких оправданий, которые могут сказать, что да, я изменил, потому что что-то с тобой не так. Нет, такие формулировки даже не думайте использовать. Но все равно были какие-то предпосылки в отношениях, о которых стоит честно проговорить, высказать свои гипотезы и предположения. Например, можно сказать о том, что мне кажется, что мы слишком сильно увлеклись ролью родителей в наших отношениях и совсем забыли о том, что мы супруги, мы совсем не проводили время друг с другом, мы забыли, когда мы вместе куда-то гуляли, ходили, мы совсем не уделяли времени именно нам двоим, без детей. Кто-то может сказать, что я чувствовал себя покинутым, брошенным, неважным, ненужным и неценным. Кто-то может сказать, что часто в скандале я слышал такие фразы, которые били по мне, и я чувствовал, что я вообще не уважаем тобою или не уважаема. Еще раз подчеркиваю, это не причина для измены и это не оправдание. Ответственность всегда на изменившем. Но вы как пара вместе оказались в этой комнате под названием «измена». Да, дверь туда открыл изменивший партнер или партнерша, но вы вместе как пара там оказались, значит, были какие-то совместные предпосылки, которые полезно обсудить, чтобы не допустить этого в будущем. И здесь вы можете прям сесть, взять лист А4 и прям прописать какие-то правила, какое-то соглашение о том, что каждый из нас вдвоем готов делать для того, чтобы это не повторилось в будущем. Можно даже прописать о том, что если вдруг будет вновь какая-то проблема, мы обязуемся открыто об этом поговорить и сказать, что ты знаешь, я опять не чувствую себя желанным или я не чувствую себя ценной, я чувствую себя униженной. Давай что-то делать. Если вдвоем нам не будет получаться договориться по этой теме, мы пойдем к специалисту, к семейному психологу, чтобы он помог нам договориться по этой теме. Иногда я даже рекомендую тем парам, у которых высокий уровень открытости, доверия, которые хотят и понимают важность вот этого честного, пускай не всегда приятного, но честного диалога. Иногда я даже проговариваю о том, что вы можете говорить о том, что ты знаешь, что-то происходит в наших отношениях, меня опять куда-то тянет налево-направо, или я не очень доволен или довольна тем, как часто или как редко, или как вообще происходит наша близость. Давай что-то делать. Я не хочу ни в коем случае, чтобы это повторилось, чтобы у нас была измена, но я тебе говорю так, как есть на данный момент. И да, вам, возможно, покажется, что это очень жестко и больно будет услышать примерно такие фразы другому партнёру. Но поверьте, это менее болезненно, чем скрыть этот факт, в итоге пойти опять куда-то налево-направо, и другой узнает о факте измены вновь. Да, это будет максимально разрушительно, и лучше выбрать меньшее из возможных зол. Также я почему рекомендую именно написать на бумаге, потому что наш мозг, он гораздо лучше воспринимает то, что прописано. Это с самого детства у нас уже на подкорке записано, чем то, что мы проговорили устные формулировки, один понял так, другой понял так, в итоге всё забылось с течением времени, и мы даже не знаем, кто там что должен делать, да, и как не допустить этого в будущем. Пропишите, можно прям поставить подпись, чтобы это было как некий документ, показывающий серьёзность намерения обоих трудиться и работать над сохранением семьи. И именно этот факт, что у нас есть какая-то договорённость, у нас есть какие-то выработанные новые решения, которые могут и повышают шанс обезопасить нас от повторения этой ситуации, вот одно это тоже будет давать уверенности и способности больше доверять раненому партнёру. Теперь три рекомендации, которые помогут тому партнёру, которому изменили, повысить уровень доверия. Во-первых, мне бы хотелось предложить вам такой вопрос и такую идею философскую, немножко и парадоксальную, задуматься об этом, да, что, смотрите, раньше, когда вы изменившего партнёра или партнёршу совсем не знали, вы доверяли на 100%. А сейчас, спустя 10, 20, 30, может быть, лет совместной жизни, когда вы намного больше знаете о партнёре, да, и случился вот этот инцидент, ваше доверие снизилось в ноль. То есть парадокс в том, что вы дали 100% доверие авансам, но прожив очень много, вы перестали доверять вообще в ноль, хотя было много ситуаций, где партнёр или партнёрша в разных сферах жизни оправдывал ваше доверие. И вот в этом есть небольшой парадокс. Я предлагаю вам подумать об этой теме немножко по-другому. А что, если доверие может быть градуированным? То есть есть какие-то области, какие-то сферы, где я могу доверять партнёру на 30%, где-то на 50%, где-то на 90%, где-то на 10% всего лишь. Например, когда я спрашиваю женщин о том, как с доверием у вас, многие говорили о том, что они не доверяли в детстве, когда их общий ребёнок с мужем был, например, новорождённым, они не доверяли, чтобы муж пеленал, прикорм делал и брал на руки ребёнка, потому что, не дай бог, свернёт голову или уронит. То есть уже тогда не было доверия на 100%. Мужчины часто говорят о том, что они не доверяли какую-то большую крупную сумму денег своей жене, и это тоже про недоверие. То есть что если подумать о доверии, не о как чёрно-белом мышлении, если бы только доверяю 100%, либо не доверяю 0%. А подумать об этом о том, что есть какие-то территории, есть какие-то пространства и зоны, в которых я и раньше, возможно, не доверял или не доверяла своему партнёру по отношениям на 100%, это всегда было где-то посередине. И может быть и сейчас я доверяю ему всё ещё, не знаю, как отцу нашего общего ребёнка, или как матери, или как партнёру по бизнесу на 99%. Но вот в этом вопросе доверие снизилось. И вот сам такой немножко другой взгляд на эту тему доверия, он тоже поможет понять, что ситуация не выглядит так, что вы доверяли на 100%, а стала на 0%. И как же можно продолжать отношения с тем, кому ты доверяешь на 0%. А то, что в разных сферах я ему или ей доверяю сейчас по-разному. И тогда я могу думать об этом, как сделать так, чтобы доверия стало достаточно, чтобы, например, продолжить строить отношения. Можно задумываться и обсуждать в паре, что необходимо сделать каждому из нас, чтобы доверие, ну не знаю, вернулось на уровень там 50%, 70%. Но чаша весов с доверием перевешила ту чашу, где ваша боль, где ваши внутренние терзания, да, вот той измены, и может быть агрессия какая-то, да, перевесила, и вы решили, приняли решение строить дальше отношения. Вот что должно произойти, и какая цифра примерно, условно, естественно, в доверии, для которой нужно достичь, чтобы вы могли доверять. Подумайте на эту тему, вот не с точки зрения чёрно-белой дихотомии, либо 0%, либо 100%, что я, пожалуй, и раньше не доверял или не доверяла в каких-то аспектах жизни на 100%. Это может быть такой хорошей для вас новой парадигмой для того, чтобы приобрести новую опору и понять, что в принципе я могу строить отношения, даже если я не доверяю в каких-то вопросах на 100%. Во-вторых, важно понять одну очень неприятную, наверное, истину о том, что нам в этой жизни абсолютно никто не принадлежит. Ни родители, ни дети, ни мужья, ни жёны. И более того, абсолютно все отношения, которые мы выстраиваем в нашей жизни, они разрушатся, они прекратятся. Кто-то просто умрёт раньше, чем мы, кто-то уйдёт в никуда, кто-то уйдёт и выберет жить с другим партнёром или партнёршей. И это нормальный, естественный ход жизни. И в-третьих, мы боимся начать доверять, потому что мы боимся, и мозг нас таким образом защищает от того, чтобы не обжечься вновь. И вот здесь тоже срабатывает такая парадоксальная штука. Очень важно принять тот факт, что в принципе вам могут изменить повторно. И мне могут изменить, и вам, и кому угодно, и ваш партнёр или партнёрша могут быть теми, кому изменят. Потому что никто, ни я, ни вы, ни один человек на свете не застрахован от того, что ему не изменят. То есть допустить тот факт, что в принципе такое может случиться, и такое может случиться даже неоднократно. Это неприятная правда, но это теоретически ведь возможно, давайте не отрицать такую вероятность. И как это работает? В тот момент, когда вы принимаете, что да, теоретически, не дай бог, конечно, но это может случиться, и тогда я принимаю решение, что это будет последняя измена в моей жизни с этим партнёром или партнёршей, я 100% ухожу, то тогда для мозга появляется какая-то чёткая определённость. Полезно об этом проговорить тоже с партнёром или партнёршей, что больше шансов никогда, ни за что не будет, ни при каких обстоятельствах. И для мозга вот эта конкретика, вот это чёткое понимание, что будет, если вдруг измена повторится, что это будет последний раз в моей жизни с этим партнёром и в этих отношениях, то для мозга это будет своего рода успокоение. И он знает, как себя вести в этой ситуации. И тогда рискнуть и выбрать, продолжить строить отношения становится проще, нежели в другой ситуации, когда измена продолжает для вас быть чем-то из ряда вон выходящим, чем-то космическим, недопустимым ни при каких обстоятельствах. Как только вы относитесь к этому, что это правда, ни в коем случае со мной в моей жизни не должно произойти, я должен или должна сделать всё абсолютно возможное, чтобы никогда не столкнуться с этим больше, то тогда, как ни парадоксально, начать доверять намного сложнее, потому что риск выше, потому что ставки очень высоки. Я должен или должна принять решение о том, чтобы продолжать отношения или начать строить новые отношения с этим партнёром и с этой партнёршей. И должен быть на 100% уверенным, что это не произойдёт вновь, потому что для меня лично это недопустимо ни в коем случае, чтобы это повторилось. И вот принять такой выбор ещё раз, вот выбор, что я хочу такие отношения строить, но вне допуски для мозга намного сложнее, потому что нет 100% гарантии. И мозг где-то в глубине себя это понимает. Да ну нафиг, не пойду я в эту историю, потому что а где гарантии? Ну вот он кается, божится, или она там умоляет простить, и всё прозрачно, всё хорошо, но внутри-то меня есть тот червячок, который говорит, а вдруг? И вот здесь нужно принять, что мы не сможем проконтролировать другого человека. Это не наша рука или нога, которую мы можем шевелить как захотим. Это другая отдельная личность. И к сожалению, он или она может принять такое вот ужасное, говнистое решение вновь изменить. Но ваша опора должна быть в том, что вы должны чётко понимать, как тогда вы будете действовать. Тогда, как ни парадоксально, начать доверять и решиться строить новые отношения с этим партнёром будет значительно проще. Подумайте об этом интересном факте. Ну а если так получается, что вы уже много чего перепробовали, посмотрели все видео на ютюбе по этой теме, много общаетесь с партнёром или партнёршей на эту тему, прошло уже несколько лет, может быть, да? Но эта тема сидит внутри у вас такой занозой в сердце. И вы понимаете, что умом я всё это понимаю. Константин, всё, что вы говорите, классно, правильно, точно. Я умом, мозгами это понимаю, но внутри меня, прям на телесном уровне, я ощущаю вот это недоверие. Я ощущаю эту какую-то жижу, да? Я ощущаю эту какую-то занозу внутри. Я ощущаю вот эти зыбучие пески, в которые я падаю. Вот если это происходит так, то, скорее всего, у вас на бессознательном уровне, на подсознании образовалась какая-то психологическая защита, которая говорит вам, «Эй, не-не, парень, она тебе может очень много чего говорить, но я тебя в эту историю больше не пущу, потому что я помню, как тебе было больно, и ты чуть с ума не сошёл или не сошла. И я буду сделать всё для того, чтобы ты с ней или с ним больше никогда не сближался». И эта психологическая защита может быть настолько мощной, что никакими убеждениями, письмами, когда вы будете писать это, не убрать, потому что это на бессознательном уровне. И вот если у вас это примерно так, то я приглашаю вас к себе на консультацию. Именно с такими случаями я работаю индивидуально, с помощью эмоционально-образной терапии. И вся прелесть этой терапии заключается в том, что любое своё состояние, недоверие, страха, ненависти, обиды, сожаления, можно представить в воображении в виде образа. Кто-то рисует, кто-то просто закрывает глаза и представляет. И дальше при взаимодействии с этим образом можно и выпустить всю боль и обиду, и вернуть тот вред, который вы получили, и договориться со своим бессознательным так, чтобы вы вновь могли доверять. И вот эта психологическая защита и контроль ушли. И за что я ещё люблю эту психотерапию? То, что она даёт нередко очень быстрый результат. Буквально за 2-4 сессии можно значительно облегчить то состояние, которое у человека длится годами. Поэтому если вы мучаетесь, мучаетесь оба в отношениях, если вы выбрали быть вместе, но уже не понимаете, что вам сделать и на стенку лезете, чтобы избавиться от этой боли, от недоверия, от этого страха и тревоги каждый раз, когда он или она где-то задерживается, то не стесняйтесь. Напишите мне по ссылке ниже заявку на консультацию. Я задам вам несколько вопросов, чтобы понять, что именно у вас происходит. Мы договоримся о сессии. Я постараюсь сделать всё возможное в моих силах, чтобы облегчить ваши страдания и вернуть вам то состояние благополучия, которое так давно вы хотите приобрести. Поэтому благодарю вас за доверие, благодарю за внимание и спасибо большое за то, что делитесь своими историями, делитесь тем, как у вас происходит или происходил процесс прощения, измены и нового доверия в вашей паре. Это всё терапевтично для каждого, кто смотрит это видео, читает комментарии. Ставьте лайк, если вам видео было полезно, дизлайк, если что-то не понравилось. И до новых встреч. Желаю благополучия вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok